всем снова привет с вами дима и я думаю поначалу данного видеоролика вы уже поняли что сегодня будет происходить но для тех кто все-таки не понял сегодня я ускорить геометрии дэш в два раза и постараюсь ее пройти именно таким образом давайте я вам еще раз покажу разницу то есть что такое то опа ну вот так то намного лучше не ну конечно если смотреть на меню то выглядит это все очень странно это просто жесть почему на все настолько быстро просто офигеть просто офигеть если честно до записи этого видео я еще не пробовал проходить уровне со спид хаком но сейчас я так сказать покажу вам свои первые эмоции потому что ну судя по меню это будет очень сложно ну прям очень поэтому давайте начнем со стерео-мэднеса как всегда не знаю у меня скорее всего даже не получится пройти это давайте кстати выключаем обводку потому что ну так играть намного проще в общем скорее всего у меня не получится пройти даже первые 10 уровней не говоря уже про демона но я я постараюсь что нибудь пройти хотя если честно я надеюсь то что я хотя бы стерео-мэднес пройду потому что ну блин с такой скорости ой как у меня все плывет у ее почему так быстро так и погнали ой а корабль почему так сложно на корабле играть нифига себе так окей потихоньку проходим надо кстати прогресс бар включить чтобы примерно знать где я сейчас нахожусь о господи ой как офигеть офигеть блин насколько же все быстро я понимаю вот это вот начало достаточно просто но если смотреть на продолжение там где особенно идут уже три тройные шипы то там уже становится довольно таки трудным для серьезно говорю мне настолько все плывет что это просто жесть так ну давай пожалуйста я тебя прошу я тебя прошу можешь пожалуйста пройтись стерео-мэднес так окей у нас сейчас корабль ну корабль более меня простой по сравнению с кубом по крайней мере это на стерео-мэднесе так ооо блин тут еще просто играет роль то что у меня мышка как бы не самая крутая на ней очень большой отклик и я кажется даже знаешь что мне делать но для того чтобы у вас не было таких же проблем с мышкой как у меня советую вам посетить е-каталог здесь вы сможете найти любую мышку на ваш выбор по очень низкой цене для этого нам просто нужно написать в поиске мышки выбрать нужную нам стоимость и фирму которая вам больше всего нравится также здесь можно подобрать цвет количество кнопок модель сенсора и так далее все выбираем на свой вкус далее мы просто ищем подбираем несколько вариантов которые вам больше всего подходят заходим в сравнение и подробно смотрим на все отличия для меня более предпочтительной оказалась вот эта мышка теперь давайте проверим отзывы и посмотрим на плюсы и минусы если все окей и большинство покупателей довольны данным приобретением то мы заходим во вкладку где купить и смотрим где дешевле все можно найти данный товар в вашем городе заходи на е-каталог и выбирай мышку с которой тебе будет лучше всего играть в геометрии дэш так ну окей теперь нужно продолжать ну так намного лучше вот теперь стала играть по комфортнее ладно естественно я за это время не успел купить мышку но не каталог все-таки советую так ну ки прошли мы все таки стерео мэднес давайте перейдем к бэкон треку тут конечно все должно быть намного сложнее потому что ну очевидно то что бэкон трек сложнее стерео мэднеса и я надеюсь то что у меня получится его пройти вы наверное можете подумать то что я просто напросто ускорил это видео потом записал голос или что-то еще подобное но потому что мало верится то что с такой скоростью вообще в принципе возможно что то пройти даже какой-нибудь стерео мэднес но прислушайтесь кликом я нажимаю как надо и прохожу все честно поэтому ребята не надо упрекать меня в каком-то читерстве или в чем-то подобном не ну это конечно будет что-то нереально сложное я понимаю то что я в каждом видео как пройти gd говорю то что вот на этот раз это реально самое сложное но по факту так и есть проходить таким образом это даже сложнее чем проходить голосом чтобы вы понимали типа я голосом смог пройти даже демон за достаточно короткое время а тут я уверен на бэкон трек я потрачу больше времени чем тогда тратил на демоне поэтому вот сделайте выводы и никогда не играйте таким образом это это очень больно так наконец-то дошли до кораблика не знаю получится ли у меня его пройти не получится ну это было настолько неожиданно что просто жесть кстати ещё вам хочу сказать то что с такой скоростью проходили даже club стэп то есть это возможно но то что это возможно это как бы не значит то что у меня получится это правите как бы тарту раз тоже возможен но никто из вас его не пройдет поэтому да это возможно но это просто очень сложно очень сложно тренировать какой-нибудь клап степь мне кажется будет намного сложнее, чем даже какой-нибудь экстрим-демон. Потому что играть с такой скоростью, это просто... Ну что это? Что это? Так, теперь надо тут немножко поаккуратнее быть. Окей. Погнали. Надо быть предельно аккуратным. 94%. Да ладно, будем считать, что я это прошел тут, потому что тут оставалось буквально парочку прыжков. Просто я не хочу тратить на первые два уровня весь видос, поэтому давайте поиграем во что-нибудь еще. Вот у нас закончились такие изи уровни, теперь у нас нормал. Лицо тут уже, знаете, такое, ну, под сомнениями. Оно теперь не настолько радостное, и мне кажется, если бы Geometry Dash изначально была с таким режимом, с такой скоростью, то тут была бы сложность примерно вот такая. Я не преувеличу. Ладно, давайте пойдем поиграем, посмотрим, что Polar Geist из себя представляет. Пока что все очень даже просто. Так. Не, ну, знаете. Ой-ой-ой, подождите-ка. Вот это вот, блин, будет сложно сейчас. Потому что тут корабль намного сложнее, чем в предыдущих уровнях. Офигеть. 63% буквально с первой попытки. Ну, мне кажется, это довольно-таки неплохо. Конечно, можно было потренироваться перед видосом, но это было бы уже не так интересно, потому что были бы не те эмоции, как изначально, ну, как сейчас у меня. И было бы немного скучно, несмотря на то, что у меня получалось бы проходить это все намного лучше. Давайте попробуем поставить 1.5. Мне интересно, насколько будет сложно с такой скоростью. О, так это вообще просто. Вот. Реально, это... Это настолько просто. Хоть это и скорость 1.5, то есть это... Это намного больше, чем просто единица в полтора раза быстрее, но мне все равно играть намного проще. Нифига себе. Блин, x2 скорость, это, конечно, очень жестко. Я не понимаю, как с ней вообще можно, в принципе, что-то нормально проходить. Посмотрите-ка на это. То есть я вообще без проблем, мне кажется, я даже дедлокат пройду с такой скоростью вообще. Без каких-либо препятствий. Так. Не, ну ладно, это уже... Это уже можно и не считая, то, что я прошел жампер, потому что я все-таки прохожу не с той скоростью, которую я обещал. Поэтому можете на это не обращать внимания, я просто немного тренируюсь проходить уровни в ускоренном режиме. Если поставить обратно единичку, то что будет, интересно? Что? Что это? Я не понимаю, у меня лагает или оно действительно очень медленно. Синхронизация нормальная, оно не лагает. Почему оно настолько медленно? Вот такое чувство, знаете, как будто какой-то сломок, как будто скорость 0.5. Что за бред? Почему так медленно? Ладно, но это, видимо, потому что я просто привык уже к такой скорости и для меня сейчас такая скорость является очень медленной. Так, обратно ставим, короче, двоечку. И погнали. Попробуем пройти теорию в everything, потому что тут уже надо очень много кликать. Вау, ничего себе. Не, ну знаете, я уже начинаю привыкать к такой скорости и у меня что-то даже получается проходить. Вау, почти до дро подошел. Да, это, конечно, очень жестко. Давайте попробуем поиграть в какой-нибудь демон, например, клапстеп. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим. Так, ну пока что я не могу пройти даже первый спам. Опа, прошел. Окей, 6%. Ну, знаете, вполне неплохо. Но, опять же, это прям дико сложно, ребят. Если вы сами попробуете в это поиграть, на видусе, конечно, это будет не так сложно выглядеть, но как только вы сами запустите щит и попробуете поиграть со скоростью в два раза быстрее, то вы поймете, насколько это сложно. Я максимум делаю 6%. Дальше я не могу дойти. А ну-ка, давайте попробуем, например, какой-нибудь бласт процессинг. Бласт процессинг, я думаю, будет не такой сложный, потому что, ну, сам по себе уровень очень простой. Ну да. Капец, я так быстро до волны дошел. Казалось бы, прошло секунд пять, но я уже на волне. Ничего себе. Да. На волне, кстати, играть не так сложно, как на каком-нибудь кубе или корабле, потому что, ну, по факту, волна просто становится со скоростью х4. Ну, как мне кажется. Это можно сравнить с тем, что я просто как бы скопировал бласт процессинг и поставил там скорость х4. Ну, абсолютно то же самое. То есть, на волне вообще физика не меняется. Абсолютно. А вот на корабле это уже, это очень заметно. Попробуем сыграть на роботе, посмотрим, что из этого вообще получится. Ну, робот тоже довольно-таки хорошо управляется. Мне кажется, единственный режим игры, на котором можно хоть как-то играть при такой скорости, это волна. Потому что, ну, опять же, физика на ней не меняется вообще. То есть, она остается точно такой же. А вот на роботе, на шаре, а, кстати, на шаре я еще не пробовал играть. Сейчас надо попробовать. На роботе, на шаре, на корабле, на кубе, вообще все просто невозможно. О, господи. Нет, это нереально. Так, давайте попробуем поиграть на шаре. Мне кажется, будет, ну, не так уж сложно. Так, окей, вот так вот. У нас простое начало в хлопстепе, и вот у нас уже шар. И шар, знаете ли, ну, не особо сложный. То есть, в принципе, если бы я проходил уровень там, где есть только шар и волна, то я бы его прошел. Но таких уровней, мне кажется, нету. Ну, именно каких-то популярных, чтобы я не заходил в какие-то там лаяуты или какие-то плохие уровни. Вот конкретно в популярных я не видел, чтобы были какие-то уровни, там где только шар и волна. Конечно, да, я в прошлом ролике говорил, что шар это один из моих самых нелюбимых геймплеев, но конкретно в данном случае на нем играть проще всего. Ну, не считая волну, конечно же. Ладно, давайте попробуем дойти до паука. Не знаю, что из этого получится. Вообще, было бы неплохо пройти фингердэш. Ого, сколько это процентов было, я даже не заметил. Наверное, где-то 20-30. Но прошел я очень далеко. Так, ну, надо сейчас, блин, опять не тупить на этом начале, потому что оно тут самое сложное, особенно вот эта черная сфера. Ее проходить просто нереально. Вот, прошел наконец-таки. Тут главное, лишних прыжков не делать, и все будет хорошо. Блин, опять не успел. Круто, конечно, то, что с такой скоростью можно намного быстрее проходить все уровни. То есть, если можно было бы, допустим, спидранить Geometry Dash с таким спидхаком, то я бы, мне кажется, ускорил Geometry Dash до 1.5 и прошел бы ее полностью. Но вот, что касается 2 второй скорости, то это просто невозможно. Ну как, это в принципе возможно, но это надо очень долго тренировать, ну прям капец. С такой скоростью, с первой попытки, как нужно в спидране, это просто нереально. Кстати, мы почти до дро подошли. Да. Опа. О, а на пауке, кстати, играть тоже довольно просто. То есть, это то же самое, что волна. На геймплей это не влияет никак, то есть, точнее, физику это никак не меняет. Просто паук становится быстрее, и мне это на самом деле нравится. Я, конечно, затупил, не прошел это, но играть на нем намного проще, чем опять же на каком-нибудь кубе. Типа, ну такое чувство, что ты просто играешь на четвертой скорости, и все, нету такого ощущения, то что, ого, x2 скорость, какая же другая тут физика, как же сложно в это играть, нет, такого тут нету. Не, ну все-таки на корабле ощущается, то что физика немного сменилась, давайте уберем, как бы, читы. О, господи, как же все медленно, как же все медленно, вот, у меня реально такое чувство, то что просто игра лагает. Знаете, когда запускаешь какой-то уровень, там где 300 тысяч объектов, то он тупо лагает, и мне кажется, что тут происходит то же самое. Но я уверен, то что ничего не лагает, потому что музыка осталась точно такой же, то есть, она никак не сдвинулась, вот сейчас опять же. Да, музыка такая, как должна быть. Я не понимаю, почему все настолько медленно. Ребят, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу, вы сильно видите разницу, или один я ее вижу? Возможно, это потому, что я играю в это уже около 50 минут, я слишком сильно привык к такой скорости, а вы смотрите ролик, я не знаю, там минут, наверное, 7-8, и поэтому вы можете не увидеть разницу. Но все-таки напишите в комментариях, мне интересно ваше мнение. Давайте я попробую пройти какой-нибудь демон, типа The Lighting Road. Не знаю, что из этого у меня получится. Что? Возможно, я не так написал. Да, вот. The Lightning, я написал The Lighting. Господи, какой я неграмотный. Не, ну я думаю, если посидеть, это потренировать где-то тысячу или две попыток, то в принципе, у меня получится это пройти, но какой смысл? Это просто какая-то дикость. Мне надоест проходить этот уровень. Офигеть, 43%, ну, знаете, вполне неплохо. Почти, что половину демона прошел на x2 скорости, или 2x, назвать как хотите. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, ролики сейчас выходят каждые выходные, то есть буквально каждую неделю, либо в субботу, либо в воскресенье, вы можете ждать видеоролик на канале в 3 часа по московскому времени. Сейчас я постараюсь делать видеоролики почаще, но потому что это вообще не дело, когда у меня всего 2 или 3 ролика выходят в месяц. Да, ролики будут попроще, но зато они будут частые, и я буду стараться над ними. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ого, ничего себе. Я буду заканчивать. Давайте снова наберем 10 тысяч лайков, чтобы меня порадовать, и в общем-то всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok